Всем привет! С вами снова Infocar.ua Сейчас мы с вами в почти солнечной Португалии. И вот по какому поводу. Похоже, что ниссановцы запарились 14 лет марафетить квадратный кузов X-Trail. И так и решили полностью его обновить. Ну что же, давно пора. Ведь устаревшая внешность фактически является главной проблемой этого кроссовера за последние годы. Но экстерьером дело не ограничилось. И сейчас перед нами абсолютно новый автомобиль, разработанный совместно с инженерами Renault. Итак, встречайте. Третье поколение Nissan X-Trail. Я не побоюсь сегодня назвать Nissan самым прогрессивным среди японских брендов. Я бы даже сказал самым европейским. Большой выбор комплектаций и опций, экономичные турбомоторы, ну и конечно же унификация. Дурной пример заразителя. Поэтому сегодня X-Trail отличается от Qashqai даже меньше, чем, к примеру, Touareg от Tiguan. Особенно сложно отличить машины в анфас и в профиль. Сзади же X-Trail более уникален и скорее напоминает уже предыдущий Lexus RX. Но в общем, новая внешность X-Trail мне очень даже нравится. Как и Qashqai. Как и раньше, в нем есть мужество и уверенность, которым добавились нотки агрессии и какая-то современная солидность. Но вот протянет ли этот стиль столько же лет, сколько предыдущий? Посмотрим. Огни дневного хода в этом классе сегодня must-have. Ими уже никого не удивишь. А вот полностью диодные фары только набирают популярность. Как видите, теперь на выбор доступны и 19-е колеса. Вот правда их актуальность на украинских дорогах остается под вопросом. Несмотря на сглаженной формы, внешне третий X-Trail кажется существенно больше второго. Но на самом деле это не так. Длина осталась практически той же, а в высоту кроссовер и вовсе потерял 7 сантиметров. Правда, машина стала слегка шире, да и колесная база растянулась на 76 миллиметров. Посмотрим, как это отразилось на компоновке салона, который теперь, кстати, может быть и семиместным. В интерьере же уровню унификации позавидуют даже немцы. На передней панели найти отличие от Qashqai очень непросто. Ну да ладно, хватит сравнений с Qashqai. Куда важнее то, что внутри новые модели Ниссана получили дизайн от премиальных инфинити. И это касается не только форм, но и оснащения и качества материалов. Мне, например, очень нравятся вот эти вот космические вставки. И они оказываются намного практичнее, чем популярный сейчас рояльный лак. По крайней мере царапины здесь не так видны. Пластик, где нужно мягкий, а где не нужно твердый, но разницы на глаз практически не ощущаешь. То есть выглядит он одинаково. Как вы помните, мой рост метр девяносто три. Тем не менее, недостатка простора я здесь не ощущаю. И в частности, это касается места над головой. То есть, несмотря на то, что автомобиль стал на семь сантиметров ниже, здесь по-прежнему комфортно. Что касается удобства посадки, то, в общем-то, ничего. Кресла, как и в Qashqai, здесь разработаны с использованием, как говорят Nissan, технологий NASA. То есть, спинка и сидушка продуманы таким образом, чтобы сосуды в нижней части спины не пережимались и в дальних дорогах не так быстро устаешь. Но есть у меня все-таки немножко замечание к этим креслам. В частности, к тому, что боковая поддержка здесь не слишком ярко выражена, а кресла гораздо шире, чем в Qashqai, поэтому я в них немножечко гуляю. Кроме этого, сидение, к сожалению, регулируется только по высоте вверх-вниз и не регулируется по наклону. А сама подушка здесь все-таки коротковата. Поэтому, чтобы найти удобное положение, мне приходится поиграться настройками. Но в итоге привыкнуть все-таки можно. В подлокотнике приличный бокс, и это вдобавок к вместительному бардачку, небольшим карманом в дверях и вот этой ниши для телефона. Короче, есть куда разбросать мелочи. А подстаканники, как оказалось, имеют еще и функцию охлаждения. Круто! Панель приборов здесь точь-в-точь, как в Qashqai. Ну, разве что экран по центру, по-моему, побольше. Здесь он 5-дюймовый. Но меню абсолютно такое же, от Infinity. Удобная и наглядная. Также аналогична здесь и мультимедийка. Кроме стандартных функций, здесь есть, как и в Infinity, камеры кругового обзора. А также система Nissan Connect, которая позволяет с помощью мобильного телефона подключаться к интернету и пользоваться всякими нужными и ненужными функциями. Например, поиском от Google. Позже список приложений обещают еще расширить. Признаюсь честно, я был немножко удивлен тем, что в нашей топовой комплектации всего шесть колонок в салоне. И при этом качества звучания им все-таки слегка не хватает. Что касается обзорности, то стойки все-таки широковаты, но боковые зеркала, а также салонные, вполне большие. Кроме этого, к услугам водителя камера заднего вида, парктроники и, даже если этого мало, конечно же система кругового обзора. Но если вы вдруг блондинка, то именно для вас здесь еще и автоматическая система парковки. Включаете помощник, убираете руки с руля и наблюдаете мастер-класс параллельной или перпендикулярной парковки. Если не считать шикарной панорамной крыши в нашей топовой комплектации, то в общем второй ряд сидений оснащен достаточно просто. Это всего лишь дефлекторы обдува, карманы в спинках и в дверях, а также центральный подлокотник. Нет ни подогрева сидений, ни отдельного климат-контроля, ни шторок в дверях. Но это я, конечно же, уже раскатываю губу. Куда важнее то, что здесь, даже несмотря на наличие третьего ряда сидений, очень много места для ног. И не сейчас, а если отодвинуть второй ряд назад. Кстати, сдвигается он на целых 26 см. Вот это уже совсем другое дело. Место здесь даже с запасом. К тому же есть возможность регулировать наклон спинки. И теперь пару слов о подлокотнике. Мне, честно говоря, не очень он здесь нравится. Во-первых, для того, чтобы его отбросить, нужно не просто дернуть за сам подлокотник, а потянуть за вот эту петлю, а потом его еще и наклонить. То есть нужно две руки. Во-вторых, это одновременно и подлокотник, и люк в багажник. Поэтому он здесь жесткий. И если вы часто возите в багажнике какие-то грузы, то вот этот пластик, конечно же, будет поцарапанный. Не знаю, заметили ли вы уже, но в X-Trail все три ряда сидений расположены на разных уровнях. Ниже всего первый, чуть-чуть выше второй и еще выше третий. То есть как в кинотеатре. Сделано это, конечно же, специально. То есть, чтобы пассажиры второго и третьего ряда могли спокойно смотреть вперед и им не мешали спины и головы впереди сидящих. Идея, конечно же, прикольная и вроде как работает. Но в том случае, если ваш рост не выше среднего. Потому что я здесь фактически упираюсь головой в потолок. Соответственно, опустить сидения здесь вниз нельзя. Не очень удобно. А теперь давайте представим, каково здесь ездить втроем. И так посередине сидеть неожиданно мягко. И по сиденью, и по спинке. И, в принципе, небольшой даже тоннель. И, ну, как бы если не считать при этом мой рост. Но вот по ширине трем мужикам здесь будет, конечно же, тесно. Но с другой стороны самого низкорослого из них можно смело отправлять на галерку. Кстати, в модельной линейке Nissan X-Trail теперь заменит модель Qashqai Plus 2, которая больше выпускаться не будет. X-Trail все еще относится к классу среднеразмерных кроссоверов, в котором третьим рядом сидений могут похвастаться буквально пара машин. Такой возможности здесь удалось добиться за счет смещения задней оси на 7 сантиметров назад. Но в любом случае особого простора от галерки ожидать все-таки не стоит. Как видите, задняя дверь здесь открывается практически на 90 градусов. Если быть точным, то на 77. И это, в первую очередь, для удобства посадки на третий ряд сидений. Ну, что я вам могу сказать. Видели мы третьи ряды и попросторнее, но сидеть здесь, в общем-то, можно. Если вы маленький ребенок или взрослый безногий карлик. Но в любом случае присутствие третьего ряда здесь это, конечно же, плюс, преимущество. Но теперь я вынужден плавно перейти к плохой новости. Оказывается, что первое время в Украину X-Trail не будет поставляться семиместным. То есть когда-нибудь он появится, но когда пока неизвестно. И это, конечно же, лишает его настолько важного и выигрышного преимущества относительно своих ближайших конкурентов. Багажник, как теперь заведено, открывается кнопкой. Но это в том случае, если у вас хватит денег на топовую комплектацию. Конечно же, появление здесь третьего ряда сидений не могло не уменьшить объем багажника. Раньше здесь было 600 литров, сейчас 550. Но и это очень и очень немало. К тому же, багажник здесь даже в трехрядной версии отлично трансформируется. Смотрите. Вот так выглядит отсек, если в автомобиле сидит не 7 человек, а 5. В общем-то, неплохо, если не считать большой погрузочной высоты. Но, увы. Итак, давайте копаться дальше. У нас тут небольшой жесткий фальшпол, который, кстати, можно располагать вертикально и таким образом немножко организовать пространство в багажнике. Под ним, на удивление, светлая шторка. То есть, как видите, ее цвет подобран не под обивку салона, то есть не под черную кожу, а именно под цвет верхней части салона. Кстати, кожа в автомобиле может быть также и бежевой. Итак, здесь нас ждет еще один неожиданный сюрприз. Как для трехрядного семиместного автомобиля, наличие здесь запаски, которая к тому же достается не снизу, а прямо из багажника, это, можно сказать, нонсенс. Я вижу здесь петли, которые, видимо, да, действительно, которые поднимают третий ряд сидений и позволяют удобно доставать запаску, чистую запаску. Еще один небольшой фальшпол, тоже недешево выглядит. И здесь у нас запаска. Это не запаска, это декатка, шириной 155 миллиметров, но хорошо, что она вообще здесь есть. А теперь, честно говоря, я затрудняюсь сказать, насколько легко будет все это правильно собрать. Нет, наверное, сначала поднимаем, потом лужим в полку, кладем, опускаем, крышки, шторка, опять поднимаем крышки. Ну, все вот так вот совсем не быстро, но, наверное, можно приловчиться. Ну, и, конечно же, можно сложить и спинки второго ряда. Пол практически ровный, и это хорошо. И, насколько я знаю, можно еще попробовать сложить спинку переднего кресла, и, таким образом, длина перевозимых грузов будет составлять 2 метра 60 сантиметров. Итак, интерьер X-Trail нас впечатлил, но ничем не удивил. Все это мы уже видели. Дизайнеры Nissan называют X-Trail маленьким пассфайндером, но для нас, увы, он останется большим Qashqai. Ведь именно с Qashqai мы начали знакомство с новой линейкой Nissan. Как вы знаете, большинство европейцев, увы, не являются фанатами кроссоверов. Но ниссановцы сегодня собираются разрушить эту тенденцию, доказывая, что их модели кроссоверов, то есть Qashqai и X-Trail, намного удобней стандартных хэтчбеков и универсалов, и при этом не уступают по практичности и экономичности. И именно поэтому в этих двух моделях большой упор сделан на системы помощи при парковке, а также на топливную экономичность. И в первую очередь, конечно же, вопрос касается новых моторов. Итак, под капотом нашей машины новый турбодизель 1.6 DCI, который будет продаваться и в Украине. 130 лошадей и целых 320 нм. Этот мотор разработан совместно с инженерами Рено, то есть с европейцами, которые исторически больше понимают в дизельных технологиях, чем японцы. И, кстати, этот же мотор доступен сейчас в Украине для нового Qashqai. Несмотря на меньший объем, этот двигатель разгоняет машину до сотни даже быстрее, чем старый 150-сильный двухлитровый дизель. С полным приводом и механикой теперь это ровно 11 секунд. Кстати, о приводе. Опять же, идя навстречу европейцам, Nissan так и согласился сточить зубы X-Trail. Да, теперь автомобиль будет доступен и с моноприводом. И да, это уже будет не до кроссовер. Но зато заявленный расход по паспорту в городе всего 5,5 литров. 5,5 литров! Представьте себе, даже если в реальности будет 6,7 литров, это все равно очень круто. И я могу уверенно сказать, что это будет рекорд в классе. Сегодня во время съемок мы практически не глушим двигатель X-Trail. Кроме того, преодолели горные дороги, которые постоянно меняют свое направление, то есть вверх-вниз. К тому же я постоянно пытаюсь понять вариатор, часто ускоряясь. При этом цифра расхода в среднем не превышает 8 литров, что в принципе очень неплохо. Кроме этого мотора в Украину попадут еще два бензиновых агрегата. Оба знакомы нам по предыдущей модели. 2 и 2,5 литра. Кстати, очень жаль, что теперь мы не сможем купить X-Trail с 2-х литровым дизелем на 173 лошадки. Такой мотор предусмотрен лишь для Европы. Кроме того, не совсем логичным кажется сочетание моторов и коробок передач. Например, дизель нельзя будет заказать с автоматом. Итак, вернемся к нашему мотору 1.6. По-моему, это самый интересный агрегат из доступной в Украине линейки. И в какой-то мере я бы даже назвал его универсальным. Ведь по динамике он практически не уступает даже топовому бензиновому 2.5. И при этом абсолютно спокойно уделывает все остальные моторы по расходу топлива. Что же касается ощущений, то в плане динамики мотор действительно неплох. И это хорошо заметно даже в нашем автомобиле, в котором установлен вариатор. Соответственно, на механике запас тяги будет еще более внушительным. Ну, по крайней мере, в городе его достаточно. На трассе здесь мы не можем разгоняться больше 120. Соответственно, не знаем, что будет дальше. Но вот до именно этой отметки машина разгоняется абсолютно уверенно. При этом главным недостатком мотора, именно дизельного, этого все-таки является шумность работы. То есть при том, что общая шумоизоляция здесь в автомобиле достаточно неплохая. То есть шум проезжающих по трассе машин нас особо не смущает. Все-таки изоляция моторного отсека оставляет желать лучшего. Мотор слышно практически всегда, когда стрелка превышает полторы тысячи оборотов. И звук, скажем так, не очень приятный. Он выдает вот это вот, скажем так, пролетарское происхождение этого мотора. Также есть замечания и к шумоизоляции колесных арок. Сегодня нам посчастливилось поездить под дождем и по лужам. И знаете, буквально каждую капельку, то есть удары этой капельки в арке вы постоянно слышите. Как я уже говорил, в нашем автомобиле установлен вариатор X-Tronic. И в таком исполнении X-Trail в Украину не попадет. То есть с дизелем и автоматом. Но, тем не менее, это не помешает нам оценить работу коробки. Итак, с этим новым вариатором мы уже знакомились в тесте Qashqai. В чем его главная задача? Это, конечно же, топливная экономичность. И с ней он, в принципе, как минимум по заявлению производителя отлично справляется. То есть на целых 18% удалось снизить расход только благодаря коробке передач. Знаете, вариатор принято считать далеко не лучшим типом коробки передач в плане драйверских эмоций. Но в этом плане X-Tronic достаточно неплох. То есть у него нет вот этих вот характерных отрицательных черт. То есть машина достаточно быстро реагирует на нажатие педали газа. И реакции не слишком растянуты. Кроме этого, при активной езде, то есть при переходе в спорт режим или при втапливании педали в пол, эта коробка умеет имитировать работу семиступенчатого гидротрансформатора. И это, скажем так, дарит чуть больше эмоций водителю. Как обычно, в Европе негде тестировать полный привод. Поэтому я не расстроился тому, что нам досталась машина с передней. Правда, это не даст также в полной мере проверить работу системы Active Trace Control, которая в повороте притормаживает внутренние колеса и дает больше момента на внешние, чтобы справиться с недостаточной поворачиваемостью. Эта система, кстати, перекочевалась сюда с Infinity M. Вообще же, X-Trail напичкан электронными помощниками по самое не хочу. В первую очередь, это комплекс Nissan Safety, который и усталость водителя распознает, и слепые зоны контролирует, и за полосой движения следит, и даже сам останавливает автомобиль, если вы вдруг задремаете перед препятствием. Кроме этого, машина умеет распознавать дорожные знаки и сама управлять дальним светом. И все эти функции, похоже, так и попадут в Украину. Вот только сколько они будут стоить? Новый X-Trail построен на новой модульной платформе CFM от Renault и Nissan, которая будет использоваться на всех моделях C-класса. Строение подвески осталось прежним. На горычажке сзади и McPherson спереди. В Португалии очень неплохие по европейским меркам дороги, но мы все-таки нашли несколько ухабистых участков. И при этом, даже несмотря на то, что у нас здесь 19-е диски, нареканий подвеска не вызвала. Соответственно, можем предположить, что даже на украинских дорогах, особенно если выбрать 17-й или 18-й радиус дисков, машина будет вполне комфортной. Инженеры Nissan похвастались нам тем, что установили сюда новую систему Active Ride Control, которая позволяет управлять жесткостью амортизаторов и таким образом избегать продольной раскачки. Но как она работает, мы пока не знаем. И, честно говоря, ее действия тоже особо не ощущаем. Как раз вертикальное покачивание и легкое попрыгивание этому автомобилю все-таки присуще. Ну, о приводе можем сегодня поговорить лишь теоретически. Прошлый X-Trail славился отлично настроенной электроникой и был едва ли не самым проходимым в своем классе. Инженеры обещают, что и это поколение тоже не должно отставать. По крайней мере, система работы полного привода здесь абсолютно такая же, как и раньше. В полноприводной машине можно по-прежнему выбирать режимы езды. Это может быть классический моноприводный режим, принудительный полный привод с имитацией блокировки, либо режим авто. Тогда система сама будет решать, когда подключать заднюю ось. Также, слава богу, не уменьшили и клиренс. По паспорту он по-прежнему составляет 21 см. В плане управляемости, как и раньше, поведение машины сложно назвать легковым. Все-таки в знаки дается и высокий клиренс, и высокий кузов. То есть, высокий центр тяжести. Кроме этого, руль здесь настроен, скажем так, универсально. То есть, чтобы подходить и при маневрировании в городе, и на небольшом бездорожье. Соответственно, на трассе, на скорости, его сопротивления немножечко не хватает. Но вот информативность здесь присутствует. Главное, немножко привыкнуть. Итак, окончательно оценить перспективы нового X-Trail мы сможем только увидев цены. А случится это не раньше сентября. Именно тогда машины появятся в украинских салонах. Хотя производитель заявляет, что стартовая стоимость этого поколения не должна подняться. Ну, еще бы, ведь в базовой версии теперь нет полного привода. Но, в любом случае, уже сегодня мы можем констатировать тот факт, что X-Trail является абсолютным лидером класса по расходу топлива, благодаря новому дизельному 1.6. А также, если учитывать третий ряд сидений, которые все-таки рано или поздно, я надеюсь, появятся, и даже несмотря на его, скажем так, неполноценность, все равно способен существенно расширить аудиторию этой модели. И, в принципе, уже лишь два эти момента могут дать существенный шанс X-Trail оставить конкурентов позади. Нам же остается только надеяться, что экономическая ситуация в стране, а также налоговое законодательство не сорвут поставки моделей в Украину, как это случилось с новой Тианой или Альмерой.